Ну, во-первых, благодарю за приглашение, очень приятно всегда с вами общаться в любом формате, поэтому с удовольствием откликнулся на ваше приглашение. Ну, то, что удивило, это высокий уровень чемпионата полностью, как организация чемпионата, проведение чемпионата, высокий уровень команд, то есть, если мы берем весь сезон, весь чемпионат, то, как бы, такая нешуточная борьба шла в чемпионате, была интрига, поэтому все равно приятно находиться в таком чемпионате и быть участником этого процесса. Вот. То, что, ну, улучшить, я думаю, что вы сами знаете, как организаторы проведения чемпионата, знаете, что в некоторых городах, да, есть, ну, поля еще, которые требуют более качественного, да, улучшения, вот, более, как бы, где-то надо привести стадионы в порядок, вы тоже эти моменты все знаете, я думаю, вы над этим уже работаете, и вы эти вопросы улучшите, вот, с улучшением этих стадионов, чемпионат вообще будет, как бы, топ, потому что стадионы будут в порядке. То, что хотелось бы для развития футбола, да, отметить, что не во всех, как бы, городах есть академии, да, вот, над этим вопросом надо, как бы, тоже поработать, и я думаю, что в каждом городе, где есть команда Суперлиги, необходима такая мощная академия, которая бы привлекала молодых ребят, футболистов, развивала их, готовила их для своих команд, для сборных команд страны, я думаю, что это направление вы тоже знаете, и, наверное, будете тоже его развивать, вот, а так пожелаю только не останавливаться, развиваться дальше и улучшать качество чемпионата, да, чтобы чемпионат был более зрелищный, более конкурентоспособный и привлекал внимание спонсоров, чтобы больше спонсоров было, участвовало в чемпионате и помогало в развитии узбекского футбола. Ну, мне всегда импонировало, импонировал НАСАВ, вот, как бы у нас какие не были там на футбольных полях дискуссии, да, или баталии, можно так сказать. Мне нравится философия этого клуба, мне нравится, что в этом клубе очень много воспитанников академии играет, вот, они проходят обкатку и им дают дорогу дальше, ну, там, играть в зарубежных клубах, вот, очень много футболистов, которые участвуют в сборных командах страны из этого региона, да, из этой академии, поэтому я думаю, что надо брать за основу и за пример, да, как они развивают, как они подходят к этому процессу, и я думаю, что таких команд должно больше быть, и в этих командах должны играть свои воспитанники со своего региона, да, у которых есть, как бы, какой-то патриотизм, какие-то вот эти вот ноты, которые, как бы, ну, как сказать, не купишь у легионера, да, за деньги, а которые ребята местные, у них все равно есть какая-то ответственность за свой регион, за свой город, и им хочется играть, прогрессировать и показывать результаты в своем городе, поэтому думаю, что у нас еще все впереди, в планах есть и развитие академии, чтобы в Фергане была хорошая современная академия, где воспитывались бы футболисты и пополняли ряды не в чьи. Ну, я думаю, не секрет, он сейчас ярко играет в РПЛ, да, это Abos for the Life, это открытие, я считаю, что это очень яркий футболист, которому предоставился такой шанс, и он себя показывает с лучшей стороны и показывает, что в Узбекистане тоже есть футболисты хорошего качества, хорошего уровня, которые могут играть на самом высоком уровне. Ну, я его считаю вот лучшим не только в чемпионате в узбекском, да, по совместительству, то есть узбекско-российский чемпионат, вот по совместительству он показывает и доказывает, что на сегодняшний день он яркий футболист, и я ему отдаю пальму первенства, что он лучший футболист в Узбекистане. Ну, давайте я вратарскую позицию написал у Ткира Елдошева, да, потому что это... Да, вот, потому что я считаю, что, ну, на сегодняшний день в нашем чемпионате этот вратарь, не зря его вызывает национальную сборную, вот, он своей игрой доказывает, что он надежный вратарь, вот, и я думаю, что ему еще есть куда расти, что доказывать, вот, и я ему желаю только, как бы, прогресса, чтобы он постоянно прогрессировался и не останавливался на месте, вот. Вот, по центральному защитнику, ну, всегда хочется иметь в своей команде, да, защитников, которые могут хорошо там играть и вверху, и иметь первый пас, начало атаки, да, то есть я, как бы, анализировал вот много игр, и мне, ну, там нравится Голбан, да, который находится на Мангане, вот. По центральным полузащитникам, или я их называю опорными полузащитниками, да, то я тут могу ответить, что есть Хамабеков, да, в Пахтакоре, который ведет, как бы, игру в Супахтакоре, да, и играет надежно, ну, вот, он, кстати, тоже в национальной сборной, да, и из иностранцев я здесь две позиции отметил, это Джокевич, который на Мангане, то же самое играет надежно, как бы, уверенно, и лишнего ничего не делает. По нападающему, ну, я отметил бы нападающего Сурхана, это Немеля, вот, который тоже ярко себя проявил в этом чемпионате, я думаю, это открытие тоже сезона, поэтому я отдал ему пальму первенства среди нападающих. Ну, болельщики в Фергане действительно требовательные, действительно разбираются в футболе, понимают футбол, поэтому их очень тяжело обмануть, поэтому нужен, естественно, нужна качественная игра, хорошая игра, и, естественно, под эту игру нужен и результат.